Чистый воздух, живописный пейзаж. На горном массиве Ялты раскинулся в сосновый лес. Но это не все секреты этого места. Здесь расположены очистные водопроводные сооружения. Пункт приема – камеры сеток. Именно отсюда начинается процесс очистки воды. Здесь отсеивается крупный мусор. Далее первое – обеззараживание. В отдельных емкостях вода отстаивается. А после – следующий этап фильтрации. После этого вода уже чистая, идет в РЧВ и отсюда к потребителям. Мощность технического комплекса – 120 тысяч кубометров воды в сутки. Он снабжается Счастливинским водохранилищем. По последним данным, его запасы на исходе. С 14 декабря в Ялте вступают в силу новые ограничения. Воду будут включать утром и вечером на три часа. Я хочу успокоить всех жителей Ялты, что переход на график никак не отразится на качество воды. То есть, не будет нарушаться технологический процесс по очистке. Поэтому качественная вода будет подаваться потребителям. А это водоохранная зона. Здесь находится искусственное водохранилище Магаби. Вода поступает из источника Учанцу. Мощность – порядка 250 тысяч кубометров воды. А в сутки – это 2000 кубометров. Этих запасов хватит городу минимум на 4 месяца. Мы уже запустили пару дней назад источник Ай-Панда. Это который находится в Семиизе. Вся нижняя часть Семииза уже подключена к нему. Мы запустили все источники. Там около 10 в Гурзуфе. Будем их уже в понедельник отключать от большой воды и переводить туда. Значит, сейчас город должен ввести в эксплуатацию 5 скважин в Голубом заливе. На полуострове не исключает вариант использования опреснительных установок. Их проектируют в районе села Фрунзе, что возле города Саки в Ялте и Алуште. Идею воплотят в реальность в течение двух лет. На решение водного вопроса в федеральном бюджете предусмотрели почти 50 миллиардов рублей.